Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале Эзегет мы продолжаем с вами рассмотрение Евангелия от Иоанна, 4 глава. 4 глава начинается с указания, когда узнал Господь, что услышали фарисеи о том, что Иисус больше приобретает учеников и крестий, чем Иоанн. Впрочем, сам Иисус не крестил, но ученики Его оставил Он Иудею и ушел снова в Галилею. Как и в случае с Иоанном Крестителем, крещение, совершаемое Иисусом Христом, могло вызвать интерес религиозных властей и официальное расследование, является Он Мессией и почему Он крестит. И для того, чтобы возбежать, Иисус покидает Иудеи и уходит в Галилею. Однако, Евангелие отмечает, что сам Иисус не крестил, но ученики Его. В то же время, в рассказе о свидетельстве Иоанна Крестителя ученикам в Яноне, он говорит, что крестил сам Иисус, 3.22. После этого пришел Иисус и ученики Его иудейскую землю, и там оставался с ними и крестил. И поэтому неизбежен вопрос о причине столь очевидного расхождения. Почему после двукратного указания на крещение, совершаемое Иисусом Христом, Иоанн поясняет, что крещение совершали ученики? И вспомним с вами вопрос, который задают фарисеи, претечи, когда приходят к нему Иордан. Что же ты крестишь, если ты не Христос? 1.25. То есть он предполагает, что крещение – это прежде всего прерогатива Мессии. И в ответ Иоанн не отрицает этого. Однако мессианское крещение – это крещение Духом Святым. Время этого крещения еще не пришло. Поэтому в сообщениях о крещениях, совершаемых Иисусом Христом, мы можем увидеть скрытые указания на Его мессианство. Он тот, кто должен крестить. Но еще время этого крещения, время крещения Духом не настало. Водой уже крестили его ученики. В беседе с Никодимом говорилось о том, что за спасением стоит безграничная любовь Божия к миру. Бог стремится спасти весь мир. И продолжением этой темы является беседа Иисуса Христа с Самарянкой и следующее за ней событие. Путь из Иудея в Галилею Иисус захотел совершить через Самарию. Самария – это средняя область Палестины, Галилея – северная, а Иудея – южная. Близь земли, которую дал Иаков Иосифу, сыну своему. Ну и эти последующие указания показывают нам полноту человеческого естества во Христе. В то время как Его ученики отошли, чтобы купить пищу, Иисус, устав от дороги, сидит у колодца и хочет напиться. Было около шестого часа. Если считать от восхода солнца, то по идейской системе отчета шестой час соответствует полудню, то есть самому жаркому времени дня. На колодец с водой приходит женщина, к которой Иисус обращается с просьбой «дай мне пить 4-7». По обычаям того времени мужчинам вообще запрещало вступать в разговор с незнакомой женщиной, тем более иудею обращаться к самарянке. Согласно правилам того времени, женщины и самарии считались целиком всегда нечистыми. И изумление самарянки было тем сильнее, что законы, конечно, не разрешали иудеям пользоваться посудой. Использованы ранее самарянами из-за боязни оскверниться. Говорит ему женщина, как ты, иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ведь иудеи не пользуются ничем общим с самарянами. Иисус отвечает, что она удивилась бы несравненно больше, если бы знала, что у него есть вода живая. Вода живая в разговорном языке – это вода проточная, речная вода, в отличие от неприятной на вкус воде из пруда или колодца. Путники обычно носили с собой кожаное ведро, чтобы набрать воду из встречающих на пути колодцев. И, конечно, скорее всего, такое ведро было у учеников спасителя. Но они ушли в город, и женщина, видя, что у него и подчеркнуть нечем, спрашивает. 4.11. «И зачеркнуть тебе нечем, и колодец глубок. Откуда у тебя вода живая? Разве ты больше отца нашего Якова, который дал нам колодец, и сам из него пил, и сыновья его, и скот?» Ну и в ответ Иисус поясняет самарянке, что воду, которую он ей предложил, не надо черпать из колодца. Выпив ее однажды, человек перестает жаждать навсегда, она станет в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. 4.14. И далее Иисус Христос так и не разъяснил женщины, что это за вода живая, которую он ей предложил. То есть вопрос остается открытым, отчасти и для нее самой. А значение этого образа раскрывается лишь впоследствии, когда сам Иисус Христос уже на празднике кущей, это седьмая глава, 37 стих, скажет о себе следующее. «Кто верует в меня, как говорит Писание, из чрева его потекут реки воды живой». И евангелист объясняет эти слова, это сказал он о духе, которого должны были получить верующие в него, ибо еще не было духа, потому что Иисус еще не был прославлен. Итак, как Святой Дух принадлежит Сыну Божию, так и человек, получив однажды Святого Духа, становится носителем Духа и тем самым источник жизни имеет в самом себе. Не случайно в самых известных христианских текстах говорится о Святом Духе как жизнеподателю, и мы называем Духом животворящим. Ну и Самарянка, конечно, не понимая, как и Никодим в начале беседы со Спасителем этих слов, или понимает их буквально, просит его избавить от необходимости ходить к колодцу. «Господин, дай мне этой воды сейчас же, чтобы мне не жаждать и не приходить сюда черпать». Если поначалу слова Христа о том, что не Ему, а Ей бы следовало просить у Него напиться вызывание удивления и недоумения, то теперь она сама обращается к Нему с такой просьбой «дай мне воды, чтобы мне не жаждать». Однако ее окончание, и не приходись сюда черпать, показывает, что слова Иисуса Христа она понимает буквально. Как и в предыдущих главах, мы видим, что как раз есть два уровня. Иисус Христос общается на одном уровне, духовном, а люди понимают слова его приземленно, формально. В то же время нельзя отметить буквальную детскую доверчивость женщины. Ее не смущает абсолютная необычность слов Христа о воде, которую один раз выпив, перестаешь жаждать навсегда. И в этом простоте и доверчивости она просит у Христа такой воды, которая заменит ей воду колодца Иакова и необходимость ежедневного хождения к нему. Иисус говорит, чтобы она привела своего мужа, у меня нет мужа, отвечает женщина. Он одобряет ее ответ и подтверждает правдивость его слов, сообщая полную правду. Хорошо, ты сказала, что у меня нет мужа, ибо тот, который у тебя теперь, тебе не может. Это ты истину сказала. Дело в том, что согласно ревнистическому учению, женщина могла выходить замуж только дважды, максимум трижды. Просьба Христа – это, своего рода, испытание на честность, готовность самарянке открыть истину. И, видя всевидение Иисуса, она признает в нем пророка и задает ему вопрос о месте богопочитания. Отцы наши на этой горе поклонялись Богу, а вы говорите, что в Иерусалиме – то место, где должно поклоняться. 4.20. Иисус говорит, что вскоре споры о месте богопочитания прекратятся. Дело в том, что самаряне поклонялись Богу на горе Гризим, у которой и происходит эта беседа. На этой горе они воздвигли храм, который, правда, впоследствии был разрушен, но само место для них по-прежнему было священным, и они считали, что действительно там они и должны совершать богослужения. Итак, все эти споры со слов Христа невдалеком будущем уйдут в прошлое. Приходит час, когда ни на горе этой, ни в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы поклоняетесь тому, чего не знаете. Мы поклоняемся тому, чего знаем, потому что спасение от иудеев. И ввиду, что самаряне был народ, который, собственно, хотя и были единоплеменными с иудеями, но евреями не признавались таковыми, поскольку этот народ образовался от смешения еврейского народа с теми народами, которые были заселены туда после ассирийского плена. И конфликт между евреями и самарянами был делом вполне обычным. Надо сказать, что самарянский народ существует до сих пор, хотя и в небольшой численности, но довольно благополучно. И примечательно тем, что многие обряды, которые исчезли после разрушения храма в 70-м году, то есть почти 2000 лет назад, они сохранились там. И на Пасху евреи приезжают в Самарию для того, чтобы посмотреть, каким образом закалывают ягнят. Потому что все это для многих, по древним правилам, все это для многих евреев прошло в далекую пробу. То есть такой существует религиозный туризм. Самаряне имеют три паспорта. Израильский, арабский и еще свой паспорт тоже есть. И орданский еще даже есть. То есть они, в общем, признаются всеми. Один из самых древних народов, населяющий территорию современного Израиля. Господь говорит о том, что приходит час, когда все это уйдет в далекое прошлое. И, конечно, это можно рассматривать как пророчество о разрушении храма Иерусалима. Богопочитание наступающего времени — это почитание и поклонение Богу в духе истины. «Вы не знаете, чему кланитесь, а мы знаем, чему кланимся, ибо спасение от иудеев. Настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». О чем идет речь? Что представляет собой это поклонение в духе и истины? Некоторые Отцы Церкви поднимали его несколько отвлеченно, изъясняя как духовное поклонение, то есть противопоставление видимому, материальному и невидимому, духовному. Но если мы внимательно посмотрим, то увидим, что 24 стих «Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истины» он построен по принципу взаимосвязи. Выражение второй части «поклонение в духе» соответствует выражению «дух в первой части», а там речь идет о Боге. Потому что, следственно, и выражение второй части «бог», поклонение в духе, оно не означает человеческой души. Словоществование в духе имеет другое значение, и, собственно говоря, само это определение «бог есть дух» напоминает нам другие определения, которые мы встречаем в Евангелии, и в посланиях Иоанна «Бог есть любовь», «Бог есть свет». И это, собственно, не определение свойств Бога, это то, как Бог явил себя по отношению к миру. И дух, о котором идет речь, это святой дух, потому что именно в святом духе Бог явил себя в мире, и поэтому поклонение Отцу в духе и истине – это поклонение в духе и Сыне, потому что Христос отождествил себя с истиной, он сказал «я есть истина», 14.6. Но вопрос о Марианке касался не сущности, а места богопочитания, и таким местом является дух и истина. То есть это речь идет о той замене, о которой мы уже с вами говорили, о которой говорится в второй главе, о том, что место Русалимского храма займет прославленное тело Иисуса Христа, которое и станет местом поклонения Богу. Храмовое поклонение в Русалиме и в Самарии будет заменено поклонением Святом Духе. И узнав о наступлении нового порядка богопоклонения, Самарянка говорит ему, зная, что Мессия грядет, называемый Христос, когда придет он, то возвестит нам все. 4.25. Надо сказать, что ответ Иисуса Христа, он тоже знаменателен. «Ответил, и я это говорящий с тобою». Эти слова ставят Самарянку перед выбором, поверить или нет. Это единственный известный случай, когда Иисус до суда над ним говорил о себе, как о Мессии. Как правило, в сложении в Галилеи он скрывал это и называл себя сыном человеческим, по тому причине, что идеи придавали явлению Мессии политический характер. Итак, действительно, очень уникальная беседа, потому что, я еще раз скажу, никому никогда Иисус Христос не говорил, что он Мессия. Единственный случай, он сказал женщине, которая уже, побывав пять раз замужем, была в шестой раз не в браке, то есть, в общем-то, пять раз замужем и даже по современным меркам многовато, которая была иноплеменницей, и просто женщиной, потому что, в общем-то, женщине мужчине говорить не полагалось. И, тем не менее, ее доверчивость, она сыграла здесь свою знаменательную роль. И эта вера, она проявилась и дальше, потому что, возвратившись в город, Самарянка предлагает своим соплеменникам посмотреть на Иисуса, уж не Христос ли он, говорит она 4.29. И вышли люди из города и направились к нему. Тем временем, ученики, которые к тому времени подоспели, предлагают Иисусу пищу, которую они купили в соседних селениях, говоря ему, «рави ешь». Но Иисус Христос говорит, «у меня есть другая пища, о которой вы не знаете». Буквальный смысл, они думают, что кто-то принес ему поесть, пока их не было рядом. Но здесь мы видим опять тот сюжет непонимания, потому что понимать необходимо не буквально, «духовная пища моя», поясняет им Иисус, «творить волю пославшего меня и совершить его дело». 4.34. Духовная пища, она, собственно говоря, и раскрывается в последних событиях. «Поднимите глаза», говорит Иисус своим ученикам, «посмотрите, они уже побелели к жатве». И эта готовность к жатве связана с тем, что самаряне в ответ на обращение женщины приходят к нему, и тем самым имеют возможность наследовать спасение. Самаряне, встретив Христа, приглашают Иисуса Христа задержаться у него. На самом деле, это очень необычная просьба по тем временам, принимая в расчет, то, что Иисус и ученики были иудеями, а иудеи с самарянами не общались. Такой поступок мог только шокировать иудеи в того времени. И Христос остается на два дня, и это двухдневное общение, оно приводит к еще тому, что большее количество народу уверовало. И женщины говорили, уже не по твоим рассказам веруем, ибо мы сами услышали и знаем, что он есть воистину спаситель мира. Это номинование спаситель мира показывает, что самаряне признали Иисуса Христа больше, чем пророком. Они признают в нем Мессию, который был предсказан еще Моисеем. Он спаситель, притом всего мира. Тем самым он разрывает, разрушает оковы, шаблоны еврейского этнического партиокурализма. И обращение самарян напоминает нам то, как за Иисусом Христом пошли первые ученики. Иоанн Креститель сказал им, что Иисус Христос является агнец Божий, они пошли и уверовали. Также и самарянка приглашает своих соплеменников пойти, посмотреть, убедиться. Они следуют за ней и открывают для себя личность Иисуса Христа. И дальше небольшой рассказ, небольшое добавление говорит о возвращении Иисуса Христа в Галилею. 4.45. «Приняли его Галилеи, не видевшие все, что он сотворил в Иерусалиме, в праздник, ибо с вами они ходили на праздник. И так он пришел снова в Кану Галилеевскую, где он притворил воду, вино. И был некий царский слуга, сын которого было больно в Капернауме. Этот военачальник, царедворец, стоял на службу Уирда Антипы, который был правителем Галилеи. И услышав, что Иисус пришел из Иудея в Галилею, пошел к нему и просил прийти и исцелить его сына, ибо он был при смерти». И в ответ Иисус Христос говорит, «Если знамение чудес не увидите, вы не уверуете». Эти слова адресовывал не только этому человеку, но и всем галилейным, потому что принятие его ими было основано именно на чудесах, а не на вере. Вначале говорится о том, что действительно они пришли в Иерусалим и увидели там его многочисленные чудеса. И, вероятно, этот человек поверил только тогда, когда получил заверение Иисуса Христа, что его сын будет жить. И когда он возвращается домой, встретили его на пути рабы его и, говоря, «Отрак твой жив». И спросил их о часе, когда ему стало лучше, они сказали, «И вчера в седьмом часу оставил его горячко». То есть время исцеления совпало с тем моментом, когда Иисус сказал о том, что его сын жив, и это привело к тому, что уверовал не только отец, но и все домочадцы. И здесь необходимо отметить еще одну очень интересную особенность знамений или чудес в четвертом Евангелии. Для нас является привычным, что Христос спрашивает о вере перед тем, как совершить чудо. Именно вера является тем пропуском, которое делает чудо возможным. Но в Евангелии от Иоанна все не так. Напротив, вера не предшествует чуду, а следует за Ним, как и в этом эпизоде, как и было в случае «Чудо в Кане Галилейской», где говорится, что ученики увели славу Христа и уверовали в Него. Итак, мы видим, что благодаря встрече с Самарянкой это понимание того, для чего Христос пришел в мир, учеников расширяется. То есть речь идет о расширении круга спасаемых. Самаряне называют Иисуса Христа спасителем мира. Тем самым Бог свой замысел о спасении связывает не с национальной принадлежностью, а с поклонением ему в духе истины. И богопочитание последующих времен не ограничится Иерусалимом, а станет возможным на всяком месте. И, собственно говоря, сами ученики Христа впоследствии войдут в труд учителя и понесут свою весть в другие места, в том числе и поначалу в Самарию, куда впервые зашел с ними Иисус Христос и где его присутствие привело к таким значимым и важным результатам. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова